Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша сегодняшняя передача будет посвящена нашему любимому другу смартфону, а точнее, как быстро и правильно его зарядить. У нас наступило лето, мы очень часто находимся далеко от города, за городом, на озере, в лесу, и телефон садится, и мы фактически без телефона чувствуем себя как без рук. Сегодня мы вам подскажем, как возможно избежать этого или уменьшить последствия, ну скажем, чтобы у вас телефон все время был в достаточной зарядке. Безвозвратно ушли в прошлые времена, когда кнопочный телефон мог без зарядки работать неделю или месяц. Современный смартфон при всех своих достоинствах имеет один существенный недостаток. Он работает при хорошей нагрузке максимум один день. В настоящий момент инженеры компании придумали быструю зарядку, скоростные зарядки, большие токи зарядки. Но очень многие люди не могут понять, чем отличается один блок питания от другого, почему один стоит 100 рублей, другой стоит 500 рублей. И сегодня наш ведущий инженер Михаил Синкинов наглядно с приборами покажет вам, чем отличаются блоки питания друг от друга. Перед нами три блока питания, разные по стоимости. Сейчас мы их будем проверять. Сейчас мы возьмем тестер. С помощью него мы можем посмотреть, какое напряжение выдает наш блок питания, какой ток выдает, в чем отличие. То есть это по скорости зарядки, медленно заряжаться, либо быстро ваш девайс. Вторым прибором мы можем посмотреть, какие устройства данные блоки питания поддерживают. То есть Apple, Samsung и все остальные. Начнем с самого простого. То есть данное устройство вам понадобится, если у вас есть самый простой телефон, кнопочный и довольно-таки медленная зарядка будет. Для старых телефонов это достаточно. Подключаем розетку. Подключаем к нему устройство тестирования. Заявленные характеристики он поддерживает. Вдает 5 вольт, 400 миллиампер. То есть для кнопочного телефона это достаточно. Если вы хотите зарядить более серьезное устройство, смартфон или планшет, вам нужно будет посерьезнее зарядник. Сейчас мы отключим тестер нагрузки. Подключим устройство проверки протокола. С помощью данного устройства мы можем посмотреть, какой протокол он поддерживает. То есть он поддерживает стандартные 5 вольт для кнопочных телефонов. Если мы подключим к данному блоку питания Samsung или Apple, он заряжаться будет не меньше 8 часов. Сейчас мы проверим зарядное устройство среднеценовой категории. Проделаем те же самые тесты. Видим, данное устройство поддерживает также и 5 вольт. И ток до 4 ампер. Данное устройство мы можем заряжать Apple, планшеты, телефоны. Телефоны с более мощным аккумулятором, с более мощным процессором. И данное устройство, в отличие от первого зарядного устройства, в 10 раз мощнее. То есть данное устройство в 10 раз быстрее заряжать. Сейчас мы поставим другой тестер, проверим, какие протоколы поддерживает наш блок питания. С помощью данного тестера мы увидим, что данное зарядное устройство поддерживает все протоколы современных телефонов, планшетов и более мощных устройств. Так же, как и Samsung, Apple, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. А теперь мы проверим зарядное устройство в более дорогой категории. Отличие от данного блока имеет более компактный вид. По параметрам он соответствует, как и предыдущий. Мы также видим, что данное зарядное устройство поддерживает более высокий ток, до 4 А. Данное зарядное устройство будет заряжать все современные гаджеты, телефоны, планшеты, также пауэрбанки. В отличие от первого зарядного устройства, он также будет заряжать в 10 раз быстрее. Сейчас мы проверим, какие протоколы поддерживает данное зарядное устройство. Из тестов мы видим, что данное зарядное устройство поддерживает все современные протоколы телефонов, планшетов. Данное устройство будет заряжать также в 10 раз быстрее, чем первое устройство. И данное зарядное устройство гаджетами будет восприниматься как родное. Сейчас мы провели тесты трех разных блоков питания. Из тестов мы видим, что первое зарядное устройство подходит для кнопочных телефонов. Он также можно использовать для современных устройств, но заряжаться он будет в 10 раз дольше. Два других абсолютно одинаковые по характеристикам, но разные по стоимости. Сегодня вы увидели, узнали, каким образом отличаются друг от друга блоки питания. Есть очень простой блок питания с небольшим током зарядки, когда, например, подойдет для сотовых телефонов, которые с кнопочками маленькие. Но основное, что вы узнали, что есть блоки питания, которые могут вас смартфон зарядить за час. И чем они отличаются? Теперь вы знаете, как сэкономить деньги, как за свои деньги купить самый подходящий и правильный товар, чтобы потом вас не сдало разочарование, что это неправильно работает. Приходите в магазин, вам помогут, расскажут, покажут все. Всего хорошего, до свидания. На сегодня все. Все сам плюс. Все для здоровья бытовой техники. Ящики, полки для холодильников, ремни и тены для стиральных машин, тарелки и магнитроны для СВЧ-печей, зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей. Гагарина 8, молодогвардейцев 48А. Победы и молодогвардейцев. И еще пять магазинов в городе. Наберите все сам в интернете. Выпускной – важное событие не только для ребенка, но и для его родителей. Именно в этот день дети прощаются со школой и вступают во взрослую жизнь. Конечно же, все родители хотят отпраздновать этот день вместе с ними. Однако некоторые забывают о мнении ребенка, как бы он хотел провести свой выпускной вечер. И навязывают свое мнение, доводя до конфликта. Как его избежать и найти компромисс, сегодня обсуждаем с психологом и астрологом Ириной Ордой. У нас на дворе выпускные. Выпускные – это всегда непросто. Дети заканчивают школу. Первое – это экзамены, да, ЕГЭ, дергание. Это первое. Второе – вроде бы приятные моменты – это выпускной. Это платье, это костюмы, это букеты и так далее. Это все равно момент подростковый. То есть, по идее, что такое дочка, которая закончила 11 классов? То есть, она уже не маленькая, и она уже не маленькая, и еще не большая. Понимаете? Все равно как бы не было. И мама все равно влияет на мировоззрение, влияет на выбор и так далее. По идее, в идеале, для дочки мама должна быть авторитетом. Но мама, с другой стороны, должна быть очень тактичной и деликатной. Объяснить дочке всю смысловую нагрузку и философию, что такое выпускной. Что такое выпускной? Мы завершаем некое действие, которое, к примеру, школу. То есть, мы должны поблагодарить кого? В первую очередь, учителей, родителей за их терпение и тех учеников, с кем я вместе учился. По идее, это вечер благодарности. С одной стороны. С другой стороны, а куда дальше я иду? Потому что это тоже же важно. Понимаете? И поэтому, в принципе, платье, наряд, он должен подчеркивать это. И мама должна объяснить дочке. И они должны договориться. В каком плане? И здесь даже не момент, как пример, какое будет платье. А здесь другой вариант. А смогли они договориться или нет? Потому что это должен быть общий праздник. Мама – это разум для ребенка. То есть, мама мягко, дипломатично, тактично объясняет своей дочке, что это за праздник. Это праздник благодарности. Поэтому там будут родители, там будут учителя, там будет директор школы. И нужен наряд-то быть, чтобы он был соответствующий. Это не значит, что там какая-то мешковина. Он должен быть элегантным, очень красивым и женственным. Не сексуальным, а женственным. И он должен, понимаете, зеро, когда женщине, девочке 15, там 16 лет, или 25, или 35, или 45, это разные как бы наряды-то. Понимаете? Чтобы не выглядеть вульгарно. Вот знаете, здесь можно чисто астрологически еще объяснить. Вот смотрите. Как? Вот есть понятие дева. Например, если на западный момент, то дева – это девушка, которая смотрится в зеркало и любуется. То есть та, которая уже на выдании. А восточный взгляд, восточный взгляд, мудрый взгляд – это девочка, которая еще не интересуется парнями. Потому что, по идее, здесь же это же как, ну что такое выпускной? По идее, это же чистота еще, целомудренность. Это же еще такое, ну как, это, конечно, не детский праздник, да, понимаете? Там все равно должно быть заложено быть это, что его не надо путать, что это не дискотека, это не какая-то там, не знаю, там, даже не свадьба, потому что свадьба – это все равно другой уже момент. Вот в этот момент, чтобы не делать это как культовым моментом. В идеале, как должно быть? В идеале, давайте пойдем от истины. По идее, как отношения мамы и дочки? То есть, по идее, мама воспитывает ребенка. Между ними должны быть не то, что дружеские отношения, а теплые. То есть у них должен быть диалог, они должны о чем-то договориться. Это не значит, какой-то там старущий наряд. Понятно, что как бы моменты там моды, может, или какой-то тенденция, она должна быть там, цвета, может, фасона там или еще что-то. Потому что, по идее, здесь мы что смотрим? Насколько у них теплые отношения. То есть у них будет из этого поход в магазин, выбор, как традиция, ритуал, как приятные отношения или как конфликт. Потому что, по идее, мама может заставить ребенка одеть какое-то платье. А дальше-то как жить? Потому что дочка-то потом скажет, с мамой не договоришься, мама меня не понимает, и отношения до свидания называются. В этом моменте. Поэтому здесь даже больше надо родителям обратить внимание на то, как они воспитывают ребенка, навязывают ли они свое мнение, и вообще, насколько у них мнение, и оно правильное. Есть, знаете, определенные моменты, которые регулируют это. Это, знаете, как правило дорожного движения, как должно быть. Как должно быть. И вообще, по идее, есть такое понятие, как предназначение. И если, к примеру, у меня есть дети, то есть у меня момент предназначения, что мне очень важно быть хорошим, быть родителем. А в чем заключается понятие «хороший родитель»? Понятие «хороший родитель». Во-первых, нужно создать определенные условия, такие, чтобы дети могли раскрыть свою индивидуальность. Потому что, в принципе, что такое платье, это же тоже показ индивидуальности. То есть я показываю свою индивидуальность. Я индивидуальная личность. И поэтому, может, платье вот именно какое-то вот такое. Понимаете? Потом далее. Как предназначение родителей. Правильно реагировать на поведение детей. То есть там должно быть тактично, это понятно. Далее. Главное-то не платье, а главное сформулировать и воспитывать духовные ценности. Понимаете? Вот мы к чему и в принципе это и говорили. То есть как учат. То есть когда ребенок куда-то идет, нужно просто объяснять. В соответствии, куда ты идешь, такой должен быть наряд. Потому что по одежке встречают, по уму провожают. И, может быть, даже поход в магазин, маме вообще откроют глаза на то, чтобы вообще понять, есть у них контакт с дочкой или нет. Смогут они договориться или нет. Потому что за этим лежат потом более глобальные вещи. Потому что когда дочка выбирает себе жениха, есть такое понятие, как благословение. То есть дочка приходит к маме и к папе и говорит, вот мама это Петя, я его люблю. Понимаете? И поэтому маме нужно просто объяснить, там подходит Петя или не подходит Петя. Понимаете? Это уже более серьезные вещи. То есть как мама, насколько у них отношения есть, насколько она будет доверять матери. Это же момент доверия. Тут должно быть тепло. Платье платьем, выпускной, выпускным. Но надо помнить, жизнь продолжается. И поэтому выбор и отношения, да, сейчас это выбор платья, дальше выбор будет более-более серьезный. И поэтому сейчас-то дочка, конечно, может принять ваш авторитет. Но если вы не сможете договориться, дальше-то сможет она вас принять. Вот нужно об этом задуматься, на будущее. А как дальше-то мы будем решать свои жизненные трудности. И поэтому, может быть, выбор платья – это как одна из ступенек отношений. И просто задуматься, насколько мы можем выстроить теплые отношения. Мы должны просто помнить, что такое выпускной. Выпускной – это праздник благодарности. И поэтому праздник должен быть наполненным быть благодарностью к учителям, к родителям, да, к детям, с кем мы учились рядом. То, по идее, это праздник благодарности. Поэтому будьте благодарны. Учитесь слушать друг друга и будьте счастливы. Студия психологических решений Ирина Орда. Праздник-презентация курса «Практический психолог». Начало мероприятия 25 июня, 18.30, отель «Маркштадт». Челябинск, улица Карла Маркса, 131. Подробности по телефону 2233-410. Абрикосы, грецкие орехи, фундук, тутовник и даже растения из Красной книги. Вся эта флора вполне может произрастать в холодном уральском климате, более того, не требуя особого ухода. В саду у Романа Нагуманова совсем нет яблонь и смородины. Уже 15 лет он занимается разведением экзотических растений. На просьбу рассказать о самых уникальных Роман теряется и говорит, что каждая из них интересна по-своему. Например, пион тонколистный – цветок, который внешне напоминает тюльпан. Родом он из Алтая, произрастает также в Западной Сибири. В 60-х, 70-х годах его истребляли из-за того, что у него лечебные свойства. Потом его внесли в Красную книгу Украины и России. Охраняемое растение, очень интересное, экзотическое. В переводе с английского переводится как папоротниковый пион. Известно то, что произрастает даже на территории Сургута, а это считается уже как бы крайний север. То есть растение очень морозостойкое и не требуется особого ухода за ним, укрытия на зиму. Сладкий запах меда в саду Романа распространяет растение под названием Фатергилла Большая. Ее родина – Северная Америка. Очень морозостойко, хотя растет медленно. Красивые ершики истощают приятный медовый аромат. Не требовательно в уходе. Цветет тогда, когда уже все цветает. А это экзотический картофель, известный путешественникам в Индию и Китай. Оно мало того, что экзотически красиво цветущее, оно еще и съедобное растение. Называется батар. Его есть несколько видов. Вот даже можете сравнить. Разные листва у них. Это такие же клубни, как картошка. Тонкая кожура. Готовят из него очень много блюд, даже в отличие от картошки во много раз. Оно является профилактическим от онкозаболеваний. Причем из одного клубня получается много вот таких ростков. То есть, в отличие от картошки, не нужно много заготавливать. И хранится все это при комнатной температуре. То есть, не нужно погреба, не нужно просушивать. Это все хранится в домашних условиях. С одного клубня можно получить до 30 саженцев, из которых вырастет по 5-6 килограммов вот этого вкусного батата. Жимолость покрывальная. Венерин башмачок, канадская ель, магнолия кобус, аризема приморская. За необычными названиями скрываются приятные глазу растения. Интересное растение еще. Жимолость покрывальная. Цветет оригинальными желтыми цветочками. Но сама красота, когда завязываются черные блестящие ягодки. Тоже морозостойкое, неприхотливое растение. Как бы для Урала, хорошо себя чувствует, не подмерзает. Тоже вот интересно, только-только начинает раскрываться венерин башмачок. Очень редкие на Урале. Их у нас в горах произрастает 14 видов. Растение занесено в Красную книгу. То есть, если вы увидите в лесу, то не срывайте. Очень оригинальное растение коника, канадская ель. Сорт Альба. Она практически не горит, растет медленно. Но очень оригинальный вид у нее. Очень красивая. Единственное, можно выбирать ей место, чтобы была полутень. Тогда она практически не горит. Я не помню, чтобы за 7 лет она у меня хоть раз подгорела. Интересное растение. Экзотическое. Родина у нее Приморский край. Аризема Приморская. Очень морозостойко. Лечебное растение. Неприхотливое. Красивое, оригинальное. Экзотическое. Подходит для любого уральского сада. Рядом произрастает магнолия. Ред барон. Она из семян, правда, еще маленькая. Засветет на 6-й год. Но зато растет без укрытия. Хорошо. Черная сосна австрийская. Можжевельник скальный. Тоже интересное растение. Такое необычное. Как будто по дороге в Тоскану. Все, что сегодня зацвело буйным цветом, через некоторое время начнет плодоносить. Тогда появится повод встретиться снова и расширить свои знания в области ботаники. Мы умные и много чего знаем, но в разумительность не чтим. Добро и зло прекрасно понимаем, а жить с любовью не хотим. У автора этих стихов Владимира Гинтера множество талантов. Успешный предприниматель, общественный деятель, коллекционер минералов, создатель ландшафтных дизайнов. Чтобы взглянуть по-новому на поэтическое творчество, он закончил курсы «Основы литературного мастерства», руководит которыми профессор Челябинского государственного института культуры, кандидат к культурологии, секретарь Союза писателей России Нина Александровна Ягодинцева. Это уникальный проект для тех людей, кто хочет свою жизнь, свою деятельность связать со словом. Это не только поэты и прозаики, начинающие или члены Союза писателей. К нам приходят и те, и другие. Это и сценаристы, это и продюсеры, как ни странно, было несколько проектов, литературные агенты. То есть очень широкий такой спектр заинтересованных. Некоторые авторы просто приходят, некоторые люди просто приходят для саморазвития. И, конечно, вот это самопознание через слово, изучение законов языка и законов жизни через язык, это, конечно, очень продуктивно. Чтобы нам в природе сохраниться, истоки мира следует хранить. И у Творца природности учиться, стараясь в мыслях мусор не копить. Истоки, наверное, идут из бизнеса, да, потому что мы попали в дикий бизнес без всяких знаний и так далее, и так далее. Через семь лет я понял, что когда конкурентная среда усиливается, на одной интуиции не выйдешь, надо учиться. И у меня вот смесь практики с теорией, стали в голове появляться мысли, их надо как-то выражать. Поэтому я начал писать книги. Ну, книги, скажем, проще. Мастер знает, что он мастер, дилетант он знает, что он дилетант. Мы были тогда с журналистом Чегинцевым, и я говорю, Витя, вот, может быть, он говорит, я узнаю. Тем более, я помню, он взял телефон у Нины Александровны. Все, мы попали на эти курсы. Буквально через месяц я понял, что Нине Александровне мои книги показывать нельзя было. Дар не бросайте в слом и не утаптывайте в хлам. Его на службу ставьте, даря талант благим делам. Владимир Ротович, конечно, курсант уникальный. И уникален он в первую очередь тем, что это вот такая слитность деятельности и словесного осмысления. То есть это очень важно, чтобы слово было слито с деятельностью, чтобы оно отражало дело и помогало делу. И я не могу привести каких-то других вот настолько ярких примеров. Во-вторых, Владимир Ротович пришел к нам уже с маленькой библиотечкой изданных книг. И это, с одной стороны, очень здорово, потому что автор знакомый читателям, автор, который востребован. А с другой стороны, это ведь курсы, где учатся, да, то есть задача непростая, курсы учеба всегда требуют какой-то перестройки. И у меня, когда разбирали работы моих сокурсников, у меня была мысль, только не меня, только не меня. Слава Богу, по-моему, мои работы почти не разбирались. Я думаю, я все понял, я все понял. Читаю книги, слушаю внимательно. Ну, вот, я не знаю, я как раз тот ученик, который учится на ошибки других. Ну, в общем, вроде бы, я по афоризмам, это вообще я даже не думал, что это. Я как бы для себя всегда пишу мысли, потом их обрабатываю, потому что у меня привычка к размышлению. Я мог одну мысль прокручивать, у меня не зря некоторые афоризмы, они в разных плоскостях показаны. И однажды я понимаю, что у меня с поэзией там… Ну, я понял теперь, в чем суть, как все это улавливать благодаря Нине Александровне, потому что так доступно еще никто и так четко никто не преподносил. Это оригинальный, абсолютно индивидуальный образ поэтического мышления. Он тем и интересен, что заставляет взглянуть на мир немножко с другой стороны. Он как бы меняет точку зрения, да, меняет угол зрения, да, и тем самым меняет и точку зрения тоже. Вот. Ну, это не так часто встречается. Тем более вот сейчас, когда, ну, так обозревая большие поэтические достаточно пространства, я могу сказать, что вот больше все-таки приветствуется и принимается, а это не очень хорошо, то, что уже знакомо, то, что уже привычно. И вот такие люди, как Владимир Ротович, они выводят слово из привычного вот этого русла и заставляют на все посмотреть по-другому. Чем ярче я раскрыл способности в себе, тем одиночество внутри гуляет чаще. Теперь с природой остаюсь наедине. Совет, ища в ее зеленой чаще. Пожалуй, главный источник вдохновения поэта Владимира Гинтера – это природа, с которой у автора особые отношения. Много тем для размышления подкидывает и повседневная жизнь. Встречи с сотрудниками, избирателями, учениками школ, литераторами. Время, проведенное с близкими и друзьями. Лиственницы, да, они интересны тем, что они очень такие живучие, из них можно делать, да, пробовать наши уральские пальмы. Вот, кстати, наглядно, две лиственницы, что из них можно. Там дальше совсем другие тоже узоры. Как говорится, что вон у нас шар из лиственницы, вот дальше, видите, маленький. Хотя они, в общем-то, в один день посажены. Вот это, это и та лиственница. Здесь крокодила сделали из уральского змеевика. Тоже композиция интересная, что на спине молодила, это напоминает чешую хвост. Диплом выпускника литературных курсов – один из многих реализованных проектов только за минувший год. Особого внимания заслуживает конкурс ландшафтного дизайна в Потанинской школе. К соревнованиям классов присоединились учителя и родители. Их совместные творения теперь украшают школьный двор. Но это уже совсем другая история, которую мы обязательно расскажем. Вегетарианство сегодня очень популярная тема. И связано это, как правило, с массовым увлечением восточной философии. Между тем, явление это по-настоящему безгранично, как в географическом, так и в историческом смысле. Так, например, растительного рациона придерживались Сократ и Пифагор. А писатель Лев Толстой говорил, что вегетарианство – это не диета, а восприятие мира. Есть в этом также и эстетический подтекст. Некоторые считают, что отказ от животной пищи делает человека красивым. По каким причинам отказалась от мяса известный фуд-блогер Юлия Коношова – вопрос глубоко личный. Но благодаря ее вегетарианской истории мы имеем возможность узнать секреты правильного питания, рецепты легких блюд и секреты их красивой подачи. Самое главное в вегетарианстве – подходить к этому вопросу с умом. Не бросаться в ум с головой, не исключать сразу все продукты животного происхождения, а изучить вопрос детально, посмотреть различные источники, изучить, может быть, какую-то литературу, пообщаться с вегетарианцами, с людьми, кто так уже питается, попробовать их в кухню. И только после этого уже сделать для себя выбор, хотите вы этого или нет. И несколько дней в неделю делать вегетарианскими, даже тем, кто ест мясо, это очень полезно, потому что это снижает количество насыщенных жиров в организме, снижает количество мяса, что немножко очищает организм от шлаков и токсинов. Вегетарианские блюда богаты клетчаткой, что тоже помогает очистить организм и сделать его более здоровым. Поэтому 2-3 дня в неделю вегетарианская пища будет полезна каждому человеку абсолютно. Вегетарианских продуктов очень много, их гораздо больше, чем животных. Это и всевозможные крупы, бобовые, семена, орехи, овощи, фрукты, ягоды. И вегетарианцы стараются гораздо больше разнообразить свой рацион, нежели люди, у которых привычный мясной рацион. Вегетарианцы, заменяя, стараются найти как можно больше интересных новых продуктов, и у них рацион получается более разнообразным. По мнению Юлии, вегетарианство – это личное дело каждого. Оно может быть постоянным или случаться периодически в качестве детокс-программы. Может быть жестким или с участием в молочных продуктах. Но главное, чтобы все это не ограничивало человека в его желаниях и не доставляло психологического дискомфорта. Субтитры подогнал «Симон»!